Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я хочу вам представить весьма новый самолет, который вышел не так давно для Microsoft Flight Simulator. Это Focke-Wulf 149D. На самом деле данный самолет это самолет итальянской авиакомпании Piaggio. У них был очень удачный сделан самолет Piaggio 148, далее они сделали Piaggio 149. И на одной из проходящих воздушных гонок немецкий экипаж на данном самолете выиграл воздушную гонку, и они решили, что им такой самолет нужен. Они запросили лицензию у Piaggio, и на территории Германии завод Focke-Wulf стал выпускать данный самолет уже у себя. И моделька называлась Piaggio Focke-Wulf 149D. Буква D на конце это Deutschland, то есть немецкий вариант. И именно данная модель у нас представлена в симуляторе 149D. То есть за все время существования сама компания Piaggio итальянская выпустила 88 самолетов, а Focke-Wulf сделал аж 190 штук. Может даже и больше, это по данной Википедии на какой-то определенный год. Данный самолет и является многосолевым тренировочным самолетом. Он для разных нужд использовался активно в Швейцарии, как учебная парта в Германии обучала на данном самолете пилотов, включая Люфтганзу, которые на ней тренировались. Ну и, собственно, в Италии тоже он летал. Такой очень удачный, хороший самолет итальянско-немецкой сборки. Точнее, разработки итальянской, сборки немецкой. И его модель в симуляторе появилась благодаря разработчикам AT Simulation. Эти же ребята нам обещают Ан-2 в ближайшем времени. Ан-2 от них мы помним по препару. Отличная была моделька. Вот и в итоге появился Focke-Wulf. Модель хорошо сделана, хорошо проработана. И летную модель в данном самолете, летной моделью занимались экспертные товарищи. В описании модели на сайте можете почитать их имена. Да, достаточно известные. То есть люди, которые знают, как должен летать самолет и так далее. В общем, все это реализовали конкретно в данной модельке. Я вам предлагаю данный самолет запустить, облетать и посмотреть, на что он способен, что он может и так далее. В принципе, самолет в целом не сложный, но как бы требует неких определенных моментов. Ну и свое собственное мнение от канала Вертави я тоже вам озвучу. Мы находимся в аэропорту Сиднея. Это свежий сценарий от Flight Tampa. Сзади у нас 380 Airbus Cantos стоит. Это статик, ребят, не пугайтесь. Он не заведется, не поедет. Но выглядит красиво. И аэропорт, собственно, и наш маленький самолет тоже выглядит на его фоне весьма удачно. Баварская ливрейка немецких, германских вооруженных сил. Красивая модель, красивый самолет. Во всех отношениях. Много ливрей идет в комплекте. Есть даже ливрея с российским флагом и с российским номером бортовым. Насколько известно, этот борт действительно существует и, по-моему, летает в Россию. То есть ливрейка там не выдуманная никакая. Вот. Запрыгиваем в кабину. Запрыгиваем в кабину. И посмотрим, что нас ждет внутри самолета уже с точки зрения органов управления и приборов. Мне очень нравится панель, которая реализована, и материалы. То есть вот эта тряпочка, обивочка, покрашенная металлическая панель, поцарапанные старые ручки. Видите, здесь есть рукоять троттл и рукоять обороты. То есть наддув и обороты. Они продублированы для первого и второго пилота. То есть вот здесь для пилота, сидящего слева, в центре для сидящего справа. И два пассажирских места сзади. То есть самолет может вести от двух до трех пассажиров. Если пилот один, то вот на это место можно тоже пассажира посадить. Вот. Неплохо сделаны анимации. То есть можно открыть фонарь. Ручка, которая его контрит. И, собственно, рукоять, которая фонарь открывает. Все это работает. Работает полноценно. В этом плане от дефолтных самолетов разница есть. То же самое, например, анимирована лампа для подсветки. Она даже скрипит, если вы слышите. Ее можно по-разному вывернуть, направить в нужную точку. То есть, пожалуйста, то же самое с вентиляцией. С характерным скрипом все это шевелится и крутится. И, собственно, форточки у нас открываются. Открываются два замка по отдельности. Потом нужно на шовчик нажать вот сюда. И она открывается. Все это очень приятно сделано. То есть, качество модели. Да, ребят, модель стоит 25 долларов без скидок. То есть, со скидками можно даже еще и подешевле найти. Вот. Что у нас здесь есть из органов управления? Наверху. На оверхиде у нас есть ряд тумблеров. Сейчас, ребят, я скорость камеры немножко убавлю. И будет поудобней. На оверхиде у нас есть батареи. Есть проблесковый. Есть предохранитель для масляных приборов, которые показывают состояние. Fuel Gauge и Oil Gauge. Это как бы приборы топлива, приборы масла. Их включить. Навигационные огни. И вот здесь, вот на этой стороне. Сейчас мы лампу уберем. Куда-то ее перевесить. Подсветка панели. И Pito Hit. Подогрев трубки Pito. Гира. Это у нас получается для авиагоризонта, радио и АДФ. То есть вся авионика подключается там же на оверхиде. Здесь у нас есть левые и правые лендинг-лайты. Отдельные. Слева-справа. Различные вот включения приборов. Это общий реостат для освещения кабины. Традиционные приборы. Это магниты у нас. Магниты 1, магниты 2. Первая со вторым вместе. Это для запуска надо. Кнопочка стартера у нас здесь присутствует. Праймер для закачки топлива. Мы им воспользуемся. Топливный экран. Сейчас стоит положение котов. То есть топливо не подается. То же самое вентиляция. Здесь кнопочка для подогрева лобового стекла. Написано INOP. Не работает пока. Но обещают, что самолет еще развивается. То есть выйдут обновления и что-то доработают. Вместе с этим у нас есть пилотажный прибор. То есть для планово-навигационный прибор точнее. Вот есть навигация по радио-маякам. NAV, транспондер. На самолете 1950 года есть ответчик. На нашем Ан-2. Он ставился только на самых поздних моделях. А тут уже был. ADF-навигация, по NAV-навигация, ком для связи по радио и транспондер. Панельки все присутствуют. Авиагоризонт, навигационный прибор, варьометр. Собственно указатель скорости и высотомер. И вот тоже у нас для заходов по NAV, по ELSAM приборчик тоже есть такой. Часы. Это карбюратор HIT. Чтобы остужать нам COAL-флэпс. Ручка для открытия створок. Парковочный тормоз сделан таким вот переключателем. В общем, все здесь достаточно интересно сделано. Триммер для руля направления, для рудера. Пичтрим. Колесико традиционное. В общем, все более-менее стандартно. Здесь выбор топливного бака. Левый, оба, правый. Мы выбираем оба. И, собственно, закрылки у нас здесь присутствуют. Со стопора снимаются. 20%, 40%, 60%. И вот. То есть они так плавно регулируются. Ну, взлетные обычно 20%. Вот. Все достаточно традиционно. Я думаю, что мы сейчас самолет запустим. Выкатимся, взлетим. Сделаем кружочек. И посмотрим, что к чему работает. Не забываем про систему наддува и оборотов. Все это нужно аккуратно почитать документацию. И в правильных режимах использовать. Кран-шасси, кстати, мы пропустили. Вот здесь вот такой маленький. В остальном все более-менее понятно. Навигацию мы использовать в полете не будем. Мы сделаем полет по кругу. Может быть, немножко над Сиднеем пролетим. У меня установлен аэропорт Сиднея. И, собственно, установлены еще и лендмарки от РБХ. Может быть, краешком глаза посмотрим. Итак, погнали. Для того, чтобы нам запуститься, идем на оверхед. Подключаем батареи. Вместе с этим бикон не трогаем. Движок не запущен. Подключаем приборы указателя топлива масла. Навигационные огни включаем. Подсветку панели пока не трогаем. Питохит позже. Гира радио включим. Мы сейчас, в принципе, будем запускаться. АДФ тоже. Я думаю, что и бикон тоже, потому что сейчас уже будем запускать. Для того, чтобы запуститься, топливный бак у нас выбран. Точнее, топливный бак у нас выбран. Стоит в положении оба. Сейчас посмотрим. Вот эта штука в положении бот. Все правильно. Магнет-то ставим в положение 1 плюс 2. Стартер готовим. Топливный кран открыли. Шприцом делаем несколько качков. В летнее время там 3, 4, 5. Зимой побольше. Вот качнули тут в районе 5 раз. Ну и, в принципе, так и это. Что у нас? Это топливная помпа. Немножко подкачать тоже топливо, если нужно на время запуска. Стартер нажимаем. Ну, как бы и все. Самолет запущен. Топливную помпу можно выключить. Выключить. Немножко даем оборотов и двигатель погреем. Обороты увеличиваем до 100 рпм. А надув где-то, ну, процентов на 20. Пусть немножко самолет. Поу греется. Разориетируем авиагоризонт. Нажав на кнопочку Attitude Cage Uncage. Разориетировали. Коул флэпс и карбюратор хит не трогаем. В принципе, достаточно тепло. Хотя, конечно, можно приоткрыть-закрыть. Ну, тут у нас полет будет не длительный. Кстати говоря, есть подогрев от кабины и вентиляция. В кабине две ручки тоже вполне себе рабочие. Можно поднастроить. Указатель скорости. Данный самолет летает где-то крейсерская скорость в районе 115 узлов. Сильно быстро не летает, но при этом позволяет выполнять пилотаж и различные всякие фигуры. Посадочная скорость где-то в районе 90-80 узлов. По данному прибору здесь узлы. Хотя самолет немецкий. Они любили километры в час. Но как бы вот узлы и футы традиционно. Вот. Самолет у нас почти готов. Нам, наверное... Не нужно нам использовать буксировщика. Сейчас мы посмотрим. Сейчас посмотрим. Немножко громкость мотора я приберу. У нас штиль взлетать можно с любой полосы. Вот, в принципе, полоса у нас ближайшая тут есть. Мы с нее взлет и выполним. Да, вот отсюда. Даже можно укороченный взлет. Вот с рулежкой уже взлететь в сторону города. Можно долететь до здания оперы в Сиднее. Очень красивое здание. Там развернуться и вернуться обратно, зайти на посадку. Возвращаемся в наш самолет. Возвращаемся в наш самолет. Запрыгиваем. И левым разворотом тогда поедем рулить. Еще раз на оверхэд. Включаем гира. Радио. АДФ. Подождите, она у нас была включена. А, да, была включена. Я выключил. Это панели, посвящение панели. Эйн и аус. Эйн. Это включено. И АДФ. Здесь, в принципе, все подключено. Подсветку панели. Ну, в дневное время. А, нет. Видно, что светятся приборы. Закроем стартер, колпачок. Здесь все у нас в порядке. Закрылки давайте во взлетное положение сразу же поднимем. Давайте даже второе. Хотя, вроде как бы, и не надо. Достаточно первого. Семножку подвести. 20%. Пойдет. Там, кстати говоря, есть выпуск аварийных шасси. Здесь такой вот рычажочек. Вот он. Emergency Lever Gear Down. Пока не работает. Ну, может быть и доделают. Поехали. Рулится самолет. Прекрасно рулится носовой стойкой. Можно рулить раздельными тормозами, у кого педали. То есть самыми разными способами, кому как нравится. Снимаемся с парковочного тормоза и поехали. Самолет даже на малом газу начинает рулить. Динамика руления, динамика взлета и полета на самолете прекрасная. Отличный самолет с точки зрения проработки вот его поведения на земле и в воздухе. Видно, что эксперты с ним поработали. Ну, сейчас мы все это в процессе увидим. Объезжаем 380-й. От него тени как раз падают к нам в кабину. От него тени как раз падают к нам в кабину. Самолет летает вполне себе хорошо. Крутит бочки, развороты на горке. Делает разный пилотаж. Единственное, в штопор мне не удалось его в правильный штопор загнать. По-моему, тут какая-то проблемка связана с тем, что пока флай-симулятори штопора у него полноценно не работают. Самолет пытается всячески штопора избежать. Вроде как бы начинает в него соскальзывать. Но тут же буквально мгновенно из него выходит. Я не знаю. По идее, данный самолет должен в штопор валиться нормально. Судя по описаниям, которые существуют к данному самолету, на нем штопор отрабатывали. У самолета прекрасные звуки, записанные с реального борта. Об этом пишется в описании. Я думаю, этому можно поверить. По FPS у самолет легкий. На кадрах никак не сказывается. Кстати говоря, здесь еще есть ручка Mixture Control. То есть количество смеси у нас стоит в Full Rich 100%. Вообще она вот крутится. То есть на себя вытягиваем, уменьшаем количество микстуры. По умолчанию она вдавлена вовнутрь на 100%. Так, здесь у нас получаются посадочные огни. Я вот не посмотрел. Да, в положение N, AIN включены. Где-то еще и струбы здесь были. Я вот не помню. Ну ладно, посадочные включены. Занимаем полосу. Закрылки выпущены. Мы готовы взлетать. Долго стоять не будем. Наддув на максимум, обороты у нас стоят 100%. В полете рекомендуется следить за температурой топлива, масла, давлением, температурой в головках цилиндра. Все эти приборы есть в правой части центральной панели приборной. Разбегаемся. Скорость растет. Вот уже скорость в районе 80 узлов. Самолет, в принципе, имеет тенденцию к самостоятельному отрыву. Вот он начинает отрываться. Легким движением ручки. Полетели, убираем шасси. Кран шасси маленькая такая ручка с желтой-черной зеброй. Убираем закрылки полностью. И, в принципе, самолет прекрасно летит. Очень быстро триммируется скрип. Этот триммер поскрипывает, который я вращаю. У меня кнопка управления триммером на джойстике. Ну, в принципе, и все. Полетим. Прекрасный самолет. Очень прекрасная у него динамика. Чувствуется, что сделан в 50-м году. Вот только-только еще была эра поршневых истребителей и Второй мировой. Все эти магнеты, впрыски, шприцы. Очень все это чувствуется. Дух. В данном самолете. Ну, вот. Выполняем полет. То есть самолет. Наберем немножко высоты. Полетим в центральную часть. Туда вот Сиднея. Вот опера-хаус как раз у нас подсвечивается. Лендмарк. Так, мы туда слетаем и обратно вернемся. Самолет прекрасно накручивает бочку. То есть немножко даем положительный тангаж. Ручку от себя. И послушно за ручкой. Даже на небольшой скорости бочка прокручивается очень хорошо. Ролл такой у него. Вменяемый, так скажем. Сейчас подлетим поближе к центру города. Попробуем сделать разворот на горке. Там вот за опера-хаус. Как вы можете видеть, скорость в районе 130 узлов. Ну, это у меня максимальный надув взлетный. Сейчас мы его немножко приберем. Надув прибрали. Тримером равняемся. И, в принципе, порядок. Очень приятно летающий самолет. Нету резких эволюций. Чувствуется, что самолет имеет вес. Он летает приятно. При своих характеристиках скоростных, не самых высоких 120-115 узлов в крейсерский режим. Летает уверенно и устойчиво. Очень хорошо чувствуется. Вот, собственно, у нас по курсу башня. Телебашня Синея. Вот эта вот желто-золотая. Вот у нас опера за оперой. Мы сделаем разворот на горке. Как раз возьмем ее себе ориентиром. И мостик вот как раз этот известный. Сейчас даже попробуем под ним пролететь. Опера у нас справа. Проходим к оперу. И над мостиком. Под мостиком пролетим. За мостом сделаем разворот на горке. Поехали на горку. Смотрим на крыло. Держим угол. Самолет начинает заваливаться. Помогаем ему это сделать. Опускает нос. Ну и, собственно, вот он переворот наш. Немножко в скольжении получилось. Не идеально ровная фигура. Но, как бы, разворот выполнен по ощущениям так, как должен быть. Самолет правильно завалился на левое крыло, потому что винт вращается в ту сторону. При потере скорости начал валиться. Здание оперы пролетаем. Прекрасный самолет во всех отношениях. Отлично держит свои режимы. Отлично летает. Может делать весьма энергичные виражи. Обратите внимание. Фактически боевой заход. Ну и долго летать не будем. Все-таки мы смотрим на самолет. Самолет летает. Летает отлично. Мой вердикт и канал овертави, админов, которые летают. Мы обсуждали данный самолет вчера буквально. Машинка отличная. Стоит своих денег. 25 долларов. Отличная цена. Отличный самолет. Есть возможность полетов по маякам. И плюс тут есть такие моменты. Разработчики его еще пилят. Вот здесь в кармашке лежит планшетик. Который пока не кликабелен. Сдается мне, что появится возможность использовать что-то типа GPS для навигации. Хотя на данном самолете и полетов по маякам в принципе предостаточно. Но почему бы нет. Другие варианты тоже возможны. Заходим обратно в аэропорт Сиднэй Акинс Варсмит Интернешнл. Потихонечку, полигонечку, скорость тягу приберем. И выполним посадку. Самолет отлично выполняет посадку. Отлично держится в снижении в глиссаде. Сейчас мы выберем полосу. Хотя в принципе нам сейчас можно выполнять посадку на любую. Но вот ближайшая полоса. Давайте такую энергичную посадку без подготовки выполним. Прибираем тягу. Оттормаживаемся, снижаемся. Скорость 120 узлов. Сейчас 130, будет 120. Нос подтяну, мы пикируем, поэтому скорость не сильно падает. 120, шасси открываем. Закрылки полные. Закрылки полностью поднял. Тримируем самолет. Следим за скоростью. Скорость 100 узлов. Сильно не проваливаемся. Тримируемся. Подходим к полосе. Самолет садится на короткую полосу. Поэтому нам даже с небольшим перелетом вполне комфортно будет выполнить посадку. Здесь длиннющая полоса, на которую 380-е садятся эрбасы. Скорость прибираем. 105 узлов многовато для данного самолета. Хотя мы на выдерживании можем скорость погасить уже перед посадкой. Поэтому то, что у нас сейчас 100 узлов, это не так страшно. Скорость к 90 узлам. Сейчас мы немножко добавим, потому что снизились. На папе огни 4 красные, не обращая внимания. У нас визуальная посадка, поэтому попробуем на 3 точки посадить. Шасси выпущены, закрылки выпущены. Давайте проверим. Там все в порядке. Скорость 80 узлов. Это уже маловато. Чуть добавляем режим. Не заходим в желтую зону. На указатель скорости. Равняемся по осевой полосе. И потихонечку готовимся к посадке. 90 узлов прибираем. Сядем с небольшим перелетом, так мягенько, на цыпочки. Опустимся. Ближе к осевой равняемся. Небольшой ветерочек присутствует, хоть небо чистое. Прибираем. Отличная посадка. Немножко единственное левее осевой. Ничего страшного. Поравняемся. И готовимся освобождать. Освобождать. Полосу. Мы, кстати, не воспользовались в нашем полете. Ответчиком мы его не включили, не задали код, не задали режим. Ну, как бы, ладно. На обзоре самолета это не принципиально. Но, как бы, выполняя полеты, не забывайте пользоваться ответчиком. Он здесь полноценный. С режимом он, альт и стендбай. Огнями тоже пользуйтесь правильно. Вердикт вертавия. Самолет must have за свои деньги. Прекрасная модель. Любителям олдскула ретро-авиации однозначно. Очень красиво будет смотреться рядом с Ан-2, который делает эту же компанию. И очень скоро предоставит нам в пользование. Ждем. Мы видим, что ребята делают хорошие самолеты. Это отрадно, это приятно. Поэтому Ан-2 в надежных руках. И ждем его, собственно, уже на изготовке. Мы сейчас запаркуемся. Стояночку выберем, какая нам больше нравится. Заглушим самолет. Ребят, рекомендую всячески данную модель. Это не реклама. Это консультация факта, что самолет замечательный. Оставляет приятные ощущения. Летать на нем одно удовольствие. И следующим роликом на канале будет стрим. Путешествие по Азорским островам, которые я буду летать на этом самолете. Можете ролик посмотреть. В записи стрим будет сегодня. В этот же день выпуска ролика. А если вы будете смотреть уже позже, то просто следующий. Следующий ролик на канале. Буквально. Вот, друзья. Прирулили посадочные. Нужно было, покидая полосу, выключить. Транспондером мы не пользовались. Но так или иначе, положение OFF, STANDBY, ON здесь переключается. И тестовое есть. То есть, в STANDBY переключается после освобождения полосы. Реостатом подсветки мы не пользовались особо. Для того, чтобы двигатели выключить, есть несколько вариантов. Можно убрать обороты. Можно выключить топливный кран. Можно микстуру с положения 100 до 0 убавить. Здесь глушат, как правило, магнета. Традиционно. Поэтому. Выключаем магнета. Выключаем топливный кран. И, в принципе, все готово. Скручиваем обороты винта в ноль. Руды тоже убраны. Вот. Закрылки опускаем. И, в принципе, можно... Борт уже где-то сейчас будет и покидать. Все обесточиваем. Нам говорят, что мы долетели. Вот. Выключаем все огни. И батарейки тоже выключаем. Борт обесточен. Можно расконтрить фонарь. И покинуть самолет. Друзья мои, ну, что я могу сказать? Отличная машинка. Must have. Для любителей данного уровня самолетов. Кто летает на лайнерах и скучает малой авиации, ну, да. Может быть, это не для вас. Но, с точки зрения качества модели, модель хорошая. С недавних пор для Microsoft Flight Simulator у меня появилось несколько любимцев. Ну, пока летать особо не на чем. Поэтому чуть более проработанная модель становится любимцем. Но, так или иначе, Jabiru от Orbex прекрасен. И от Iris. Соответственно, Focke-Wulf прекрасен. Тоже на нем летаю. И коренадовский Seminole тоже мне достаточно сильно нравится. Вот это вот пока у меня тройка фаворитов. Ну, вот Jabiru и Focke-Wulf прям вне конкуренции. Jabiru более современные австралии. А вот Focke-Wulf прекрасная ретро, которая вот дух 50-х годов прошлого столетия привносит нам в симулятор. И все это очень хорошо и качественно сделано. Рекомендую, друзья. Всего хорошего. Летайте на здоровье. Летайте на самолетах, которые вам нравятся. И заходите на наш канал Вертавия. Будем всегда рады. Пока-пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова